Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки из Шатра Авраама. И сегодня очень важный такой период времени, немножко даже трепетный. Во-первых, очень важный для всех народов праздник Сухот, потому что праздник Сухот именно имеет значение для всех народов. Это не только еврейский праздник, мы сегодня в двух словах об этом скажем. Ну и мы сегодня заканчиваем пятикнижье. На этой неделе мы читаем последнюю главу из пятикнижье Маше, которая называется «Везот Габраха», что в русском переводе означает «И вот благословение». И мы сегодня как раз поговорим и немножко и о празднике, и о последней главе. Из-за чего же приходит благословение, а как от него можно отказаться тоже, да? Вот, так чтобы мы не отказались, не пропустили свое благословение. И мы будем, конечно, все это говорить без еврейских подробностей, а так, чтобы это было понятно, ну, человеку любой национальности, потому что Тора, она дана для всех народов. Там есть какая-то часть сугубо для еврейского народа, как для священников, какие-то заповеди сугубо для земли Израиля, какие-то заповеди сугубо для храма, и сегодня их невозможно выполнять. Но есть заповеди, которые полезны для всех народов. Вот как раз в таком ракурсе мы будем говорить. Значит, наша глава сегодняшняя начинается такими словами. «И вот благословение, которое дал Маше человек, Бога, сынам Израиля перед уходом в виной мир». То есть мы находимся, прошлая глава и эта глава, это последний день из жизни Маше. Вот интересно, чем он занимается в последний день. В прошлый раз он обходил дома Израиля, со всеми прощался, давал последние наставления. И здесь он продолжает. И сейчас он говорит такие слова. «И вот благословение». Вот. И дальше начинается перечислять. И каждому из колен, если внимательно присмотреться, каждому из колен Маше дал особое благословение, предсказав их будущее и подчеркнув их заслуги. Причем это благословение, если так глубоко посмотреть, абсолютно разное. И поэтому он подчеркнул их заслуги. То мы можем понять, что по заслугам и благословения. И он предсказал будущее, и дальше мы увидим, что все, как он предсказал, так оно и сбылось. Потому что он просто передал божественную волю. Какой у кого удел будет, кто в какой земле будет жить, что с кем, разное благословение. Мы сегодня немножечко это посмотрим. И подумаем, как эта информация, о чем она дает нам какой-то урок для каждого человека. Вот. Что дальше? Дальше он попросил у Творца прощения за все совершенные ими грехи. То есть он сразу дает намек. Сразу понятно, что вот есть благословение, а есть то, что может перекрыть это благословение. И не пустить ее в твою жизнь. Как бы тебе его начислили, тебе его присудили на небо. Но ты не можешь его получить почему-то. Да? Как Всевышний говорил еврейскому народу, я буду все плохое на еврейский народ перекидывать. Да? Ну, лучше так, он говорит, смотрите, евреи, вот я хочу вас благословить, но ваши грехи, они провели черту между вами и мной. И это благословение не может прийти. И поэтому, чтобы это пришло, надо попросить прощения, надо как бы вычеркнуть эти грехи, и тогда оно проявлено. Это как раз был праздник Йом-Кипур, чем мы и занимались. Мы просили прощения у Всевышнего, чтобы вот эту преграду между Всевышним и нами, чтобы ее аннулировать. Мы сами этого хотим. Просим прощения. Вот. Давайте немножко мы проанализируем, что такое особенное благословение, выделив заслуги. Мы же с вами уже, ну, большинство здесь находящихся, все-таки изучили уже пять книг, как-то понемножку, да? Какой-то понимаем, ну, хотя бы поверхностный смысл, как бы. Вот. И мы знаем все имена сыновей Якова, которые были прародители колен. И что такое колено? Колено происходит от слова наклонность. У каждого колена есть какая-то наклонность. Вы вот заметили, даже по странам, если взять вот сегодняшний, да, есть Грузия, например. Есть какая-то наклонность у грузинов. Они все хорошие люди, все разные, но есть какая-то, они чем-то отличаются, например, от шведов. Да? Или от финнов. Какая-то наклонность. Есть какой-то разный темперамент у людей, какие-то разные характеристики. И это связано с тем местом, с той землей, где они живут. Может, вы не задумывались так. Но если проанализировать, то мы так увидим в каждом народе. Вот. И мы видим, что Маше передает благословение. Я не буду в том порядке, не буду всех перечислять. Важность увидеть, что разность он дает. Как он дает разное благословение, всем не всем одинаковое. Вот он благословляет, например, Рувена и Гада. Кто это такие? Это те колена, которые получили землю за Иорданом. Которые пришли к Маше и сказали, мы вот тут хотим, на этом месте хотим. Да? На восточном берегу реки Иордан. И Маше им разрешил. Но они сказали, мы пойдем вместе со всеми, поможем завоевать, поможем разделить. А потом вернемся. Так Маше, понимая их угрозу и понимая их желание, и понимая, что Бог дал на это согласие. Он дает им благословение, если мы там перечитаем текст, я не буду его диктовать, но сама идея, чтобы они вернулись невредимыми в свои уделы без потерь во время войны. То есть он им дает на это благословение, чтобы они не были убиты, чтобы они вернулись туда в свое дело и совершили то, для чего они там остались. Дальше он дает благословение Зволуну и Сахару. Очень интересное благословение такое, что оно связано друг с другом. То есть их благословение зависит от связи друг с другом. И прямо так и сказано, радуйся Зволун выходу твоему, а Исахар в шатрах твоих. Когда люди не читают комментарии, они не понимают, о чем речь, потому что для этого нужна устная Тора. Что такое радуйся Зволун выходу твоему, а Исахар в шатрах твоих? То тут наши комментаторы объясняют интересные вещи. Кто такой был Исахар и в чем заключалась наклонность этого колена? То объясняют, что Исахар занимался земледелием, а все свободное время посвящал учению Торы. Другими словами, это было колено мудрецов Торы, колено учителей, люди, детские учителя. Это люди, которые обучали Торе большую часть Израиля. А кто такой был Зволун? По-нашему, это был бизнесмен. И так сказано, что богатством морей будут они питаться и сокровищем скрытыми в песке. Когда Зволун увидел свою землю, которую ему Всевышний пообещал, увидел там морской берег и песок, то он вначале возмутился, он посмотрел, например, на землю на столи, там, где плодородные земли, там, где оливковые деревья. И он говорит, это же как-то не очень справедливо, наверное. Но потом, когда ему более объяснили, что Всевышний все уже посчитал. Все получили одинаковое благословение. У кого-то более качественное, но меньше количества земли. У кого-то она меньше, например, качественное, но больше количества земли и своеобразное. И потом, когда Зволун понял, чем он занимался, он занимался вот в этом песке. Они научились изготовлять различные-различные виды стекла. В этом берегу морском, да, они научились добывать разные сорта рыбы, занимались торговлей. И были очень богатыми людьми. Вот, потому что так и сказано, что они, ну, именно этими занимались. Вот морским бизнесом, так скажем, да, распространяли морепродукты, торговали со всеми окружающими странами, изготовляли стекло. Вот это их не бизнес. Но в чем у них вот это вот интересная связь, что они заключили договор между собой. Зволун сказал Рувену, что ты учи Тору, а я буду обеспечивать тебя необходимым ресурсом. Интересная же идея, да? Был такой пример в истории. Вот мы часто приводим пример такого законоучителя, как Рамбам. Рамбам. Он написал очень много трудов. Я все время удивлялся, как мог человек за свою жизнь, это ж надо и работать. Он был врачом. Вот. Он был раввином, он был философом. Как можно столько трудов написать, абсолютно различных, и мистику, и законы, и что только он не написал, как он мог успеть. А потом узнал, оказывается, у него был старший брат, Давид его звали. И когда он увидел, что его младший брат настолько успешный в Торе, то он с ним заключил договоренность. Говорит, смотри, я буду обеспечивать тебя все время. Только учи Тору и пиши для еврейского народа эти труды, чтобы ты не отвлекался на заработок денег. Я берусь за обеспечение твоей семьи. И благодаря этому удалось Рамбаму столько написать всего, принести столько пользы, что до сих пор весь еврейский народ и уже и не еврейский это изучает. Вот точно такой же договор заключили Зволун с Иссахаром. И поэтому комментаторы обращают внимание. Тут написано, радуйся Зволун выходу твоему, а Иссахар в шатрах твоих. И поменяли местами. Зволун на самом деле он младше Иссахара. То по идее первому надо было сказать Иссахару. Но объясняли мудрецы, потому что тот взялся обеспечивать Иссахара, чтобы тот мог учить Тору. Да, вот такое вот партнерство. И как он их благословил? Говорит, радуйся ты выходу своему. Почему? Ты заработаешь деньги и будешь иметь хороший бизнес. А Иссахар поэтому будет радоваться в шатрах своих. Почему? У него будет свободное время учить Тору, и все из Израиля будет обеспечен знаниями Торы. Вот такое вот красивое у них было партнерство. Дальше, например, Ягуда. Мы все знаем колено Ягуды. Да, это царский род. Какое ему дается благословение? Тебе поклонятся братья твои, рука твоя на загривке врагов твоих. О чем здесь говорится в благословении? Что царский род, твой царский род всегда будет побеждать в войнах. Даю вам благословение, вы будете отстаивать пределы Израиля, вы будете отстаивать оборону Израиля. А также умело заботиться о народе. Что такое поклонятся тебе братья твои? Это же не значит какое-то раболезо. Что они примут, что ты будешь хорошо царем, о них заботиться, и это тебе благословение, чтобы ты был хорошим царем. Помните, как царь Шлома потом молился? Интересно, когда Давид же был, например, вот он был воин, а царь Шлома был, ну, он был стихи писал, мудрец был. И как он молился, что Всевышний, мне не надо душ врагов, мне не надо богатства, мне не надо ничего, ни славы. Говорит, дай мне входить и выходить перед народом твоим. То есть он просил вот этого вот, как раз, быть хорошим царем, да, заботиться о народе, правильно судить народ, правильно рассуждать, правильно, вот это благословение, в этом колене именно это благословение. Да, то что мы можем увидеть? Дальше мы можем увидеть, все на делы были равны. Интересно, как происходило разделение на на делы. Вот они получили благословение. И потом уже, когда Ишуа бен-нун принял правление, как это все выглядело, когда делили на делы, становился священник Элиазар, это сын Аарона, у него был Урим-Ветумин, там где зажигались буквы. И он задавал вопрос, брали определенный надел, задавали вопрос, зажигались буквы, и он провозглашал, ну, и там было написано, чье это колено. И подзывали человека из этого колена, подходил человек, в барабане были бумажки, ну, написанные, и он доставал барабан, и точно выбирал, и находил свое колено, эту землю. То есть, понимаете, что такое жребий? Чтобы не перепутали. Первосвященник слышал это от Всевышнего, и через жребий подтверждение, что это их земля. То есть, уже никто не скажет, что нам что-то не так дали, как-то не честно. И получилось, что все было честно, и все справедливо. Если там правильно все почитать, все получили одинаковое благословение. По количеству людей. У всех было разное количество людей. Представляете, насколько это только Всевышний может это почитать. И никто, все были довольны, потому что они знали, что это все справедливо, все от Бога. Поэтому, что мы можем здесь теперь немножечко поразмышлять для себя? Мы можем увидеть, что каждый получает благословение согласно внутреннему потенциалу. Я не могу забрать его благословение. И я не смогу справиться с его благословением. Правильно же? Поэтому, каждый получил согласно внутреннему... А можно ли сказать, что это вообще принципиальная модель для каждого человека? Вот сюда же человек почему-то пришел в этот мир. Так же? И все же люди тоже разные. Вот если взять вот эту же идею и сузить лично для меня. Вот почему-то я не стал певцом, не стал каким-то сильным математиком. А вот видно, как и Сахар меня тянет, вот, не стал каким-то политическим деятелем. Хотя... А кто-то стал политическим деятелем. Каждый сюда приходит, у каждого есть что-то свое, да? Вот даже если ребенка взять, например, и положить там скрипку, футбольный мяч, пистолет, какую-то игру, какие-то это... И он потянется, то попробует, то попробует, то попробует, и выберет то, что ему нравится. Кто-то возьмет мяч, а кто-то только пистолет. Ну, например, о будущий полицейский, значит, защитник Родины. То есть, как-то это уже внутри заложено же у человека, да? Предназначение. Да, предназначение. Поэтому мудрый царь Шлома говорил, что научи юношу в начале пути, и он не свернет с него, когда и состарится. Согласно одному из комментариев, чему научить, согласно его предназначение. Иногда мама хочет, чтобы он стал бизнесмен, а он певец. И так будет зарабатывать деньги. Как злун. Говорит, зачем мне этот песок? Так вот, в песке твой бизнес, там стекло, там это, разберешься, раз Бог дал, там оно есть. Ищи, не смотри то, что у Нафталии, смотри то, что у тебя. Все, у Всевышнего все посчитано. Есть то, что лично для тебя. Это найдешь, будешь благословение, будешь все время смотреть по сторонам, все. Знаете, недавно слышал один пример, очень похожий на то, о чем мы говорим, что в какой-то стране были очень плохие дороги. Ну, и люди видели, как повозки делают и двух быков запрягают. Они попробовали, но у них такие дороги плохие, и они придумали, что два быка, которые особенно разные, один тянет в одну сторону, другой тянет в другую сторону, и дорога плохая, и поездочка очень нехорошая. Что они тогда сделали? Взяли одного быка, и один бык, он идет, его никто никуда не тянет, он идет своей дорогой, и даже вот эта страшная дорога, она тогда не такая страшная. Один бык, он быстро с ней справляется. И объяснение такое, что мы надойдем, один бык, это то, что мне и мое предназначено от Бога, а второй бык, это то, что у нафтали, то, что по телевизору показали, то, что я себе выдумывал, напридумывал, потому, что у кого-то есть. И получается, и дорога и так плохая, ну, трудно, жизнь прожить, не поле перейти, я говорю, да, а еще все время человек смотрит куда-то по сторонам. И вот тут есть определенная сложность, да, вот, хорошо, это вы немножко поняли эту идею, теперь немножко надо поговорить о грехах, да, мы даже не будем говорить о грехах, вот, как в плане, ну, там, конкретно какое-то зло, это просто и так понятно, да, что происходит, когда человек нарушает законы Бога, все очень просто, люди говорят, Всевышний наказывает, ну, можно это и так назвать, но каким образом он наказывает, он говорит, если вы откажетесь соблюдать мои заповеди, ну, то есть поддерживать идею мироздания, мой замысел, то я просто скрою свое лицо от вас, а что такое скрою свое лицо от вас, просто вот отвернусь и все, вас для меня нет, меня для вас нет, и вас для меня нет, и предоставлю вас волю случая, и представьте, если бы евреи шли по пустыне, и не было бы ни облака, ни манна, ни огня, ни колодца, ну, как бы они там, вот это воля случая, да, и поэтому, когда человек, ну, делает явное зло, Всевышний говорит, ну, давай, когда тебе это надоест, ты сам поймешь, что лучше жить с Богом, лучше пересмотреть, да, вот это есть точка истины, когда человек понимает, что без Бога, как говорится, шляп никуда, да, но, но есть еще вот интересный момент, я хотел бы его разобрать в прошлой нашей еженедельной главе Гаазину, как раз книга Дворим, 32 глава, 26-27 стих, это речь идет об Израиле, но я тоже хочу сказать об Израиле, чтобы вы не обиделись, вот, но каждый может задуматься, есть здесь урок для нас, ведь еврейское предназначение, оно особенное, да, Всевышний заключил завет с евреями, что они будут светочем для народа, что будут соблюдать особенные законы, то есть, особенные законы, вот эти святости, храмы, жертвоприношения, почему, это надо было для всего мира, вот смотрите, немножко праздник Сухот взять, да, в праздник Сухот приносилось, чем занимались евреи, они приносились жертвы, и приносили 70 быков, что это за 70 быков были, за 7 дней, 70 быков, за все народы мира, ходатайство перед Богом, чтобы у народов были дожди, чтобы был хлеб, чтобы они жили богато и мирно, это была молитва за все народы мира, как священники, они были предназначены Богом молиться за всех, и кстати, написано в будущем, в будущем написано, что когда будет отстроен храм, когда мир чуть-чуть поменяется, не чуть-чуть, а много, все будут знать единого Бога, то написано, все народы будут приходить в Иерусалим на поклонение Всевышнего в праздник Сухот, то есть это особенный праздник, поэтому те, кто сейчас уже его знают и празднуют, то уже будет все просто, посылаем одного делегата от Украины, например, одного делегата от Японии, одного делегата, они все приносят жертвоприношения в Иерусалиме, ну или как там это будет тогда, празднуют праздник Сухот, и в каждом народе все хорошо, вот так вот будет, и написано, какой народ не придет на поклонение Богу в Иерусалим, в том народе не будет дождя, вот как хотите это и понимаете, это пророк Захарий описывал, так, последние времена, к которым мы идем, вот, теперь я хочу немножко вот, почему я заговорил за еврейский народ и за вот этот вот комментарий, который сейчас хочу сказать, потому что здесь, когда народ не исполнил своего предназначения, и Всевышний говорит такие слова, и сказал, положу им конец, сотру у людей память о них, то есть на русском понимаете, как хотите, да, как женщина сказала слово одно тут, и думайте, как хотите, о чем оно, ну вот послушайте, и сказал, положу им конец, сотру у людей память о них, положу им конец, убью, уничтожу, нет, это можно так думать, как угодно, на иврите здесь чуть-чуть другой совершенно, другая идея здесь заложена, здесь как раз заложена та идея, то, что и произошло, на самом деле, это уже история, может это подтвердить, вот, и перевод такой, сделаю их недожином, сотру у людей память о них, то есть речь идет о безгнании, то есть, я нарисую две картинки, чтобы понять, что такое сделаю недожином, вот две картинки, например, смотрите, вот есть виноградная гроздь, да, и я ее взял, выжал, хорошо, и вот у меня есть сок, я сделал часть, я сделал вино для взрослых, сок оставил для детей, к этому еще накрыл поляну, все пришли сюда, и мы какой-то праздник празднуем, все, выжал, все, что можно, из того, что было предназначено, и оно все в центре внимания, все вокруг этого, это служит всем, все вокруг этого, жизнь течет и кипит, да, та же самая, я беру эту гроздь, чуть-чуть ее выжал, и она недожинная осталась, да, и я ее в мусор, никуда мусор, вывозят куда-нибудь, на край, ну, на свалку, и все, какая картинка, этого мне не хватило, вокруг этого ни вина, ни сока, никто ничего не соберется, а то, что недожин, тоже, оно же его отвезли на край, почему, там будут мухи, там будет все, что не надо, оно же бродит там внутри, да, и оно все, вот там вот, и какая красота, мухи, запах, никого, ни радости, вокруг этого, ничего, вот что такое, недожин, вот что такое, изгнание, комментаторы приводят еще такой пример, например, поле, когда, да, что есть центр, там, где все тут кипит и вертится, и все тут убрали, все, ну, сажали весь урожай, а есть на крае поля, оставили, не дожили, и он приводит этот пример, как, что будет с еврейским народом, что вот тут везде, где жизнь кипит, люди скажут, а где же евреи, ведь они же были священниками, а их нет, почему, они где-то раскиданы по всем краям, и комментаторы говорят, что это, речь идет о десяти коленах, которые были рассеяны между народами, среди народов, и народ говорит, а где же они делись, куда же они исчезли, да, вот, как это к нам можно приспособить человеку, у которого есть вот этот внутренний, какой-то потенциал, он пришел сюда, чтобы сделать что-то полезное на этой земле, сделать для Всевышнего, сделать для людей, что-то у каждого свое, как у тех колен, кто-то в политике, кто-то в художестве, кто-то в музыке, кто-то в каких-то священных, должен привести каких-то людей к Всевышнему, вот вы задумались, если, например, вот просто вот кто-то из нас, вот ты берешь, и какого-то одного человека, вот он был как не дожин, да, и жил непонятно как, непонятно что, а ты взял ему, показал другой путь, вот то, чем занимался Авраам, например, и показал ему другой путь, показал ему, что есть связь с Всевышним, и ты ему это рассказал, ты ему это объяснил, ты его привел на урок, он благодаря тебе начал учить Тору, благодаря тебе начал что-то выжимать в своей семье, все у них поменялось, дети потом поддержали этот путь, вы можете себе представить, насколько это важно, и насколько это ценно, да, а в принципе, это из предназначения каждого человека, каждый человек должен нести это, потому что внутри него, вот эта божественность, если она уже у человека есть, он не имеет права этим не делиться, он просто должен это делать, он должен это распространять, и он может поучаствовать в жизни других людей, вот, но что мы можем сегодня увидеть, ну, к сожалению, да, вот как этот недожин, многие люди так и живут, они с детства там, им советуют чужую работу, чужой образ жизни, и они всю жизнь, как говорится, я живу, но я не я, вокруг меня все не мое, но мне все не нравится, я не чувствую вот, вот этой радости, которую надо чувствовать, да, почему, потому что нет связи с небом, и нет связи со своей душой, а есть связь с чем-то внешним, таким, то, что не приносит удовольствия, не приносит радости, вот, как нам избежать данной участи, как нам вообще все это понимать, вот, то мы возьмем несколько уроков из праздника Сухот, потому что праздник Сухот, это же пример, и для подражания, для всех народов, да, значит, в чем идея праздника Сухот, ну, мы несколько аспектов, потому что это очень, очень много, если кому интересно, есть канал YouTube, шатер Аврама, и мы там несколько лет подряд, каждый год, найдите урок Сухот, или праздники Сухот, и там разные учителя, и разные тонкости, если вам интересно, вы можете все это там изучить, во-первых, время, когда праздник Сухот, да, и как сказано, живите в Суке, это же вот осень, то есть время, когда собран урожай, представьте, тут надо немножко повизуализировать, время, собран урожай, и у человека есть уже удовольствие, да, вот, есть такие края, где люди уже зимой, вообще, просто ведут очень пассивный образ жизни, собрали урожай, да, и потом опять лето, весна у них активно, а зима и осень уже так, собрали урожай, все уже можно посчитать даже, как ты будешь жить, ты уже богатый человек, у тебя уже все есть, только живи и радуйся, так же, вот, и уже прохладно становится, кажется, сиди дома и наслаждайся жизнью, а тут нет, тут такая заповедь, выходите и живите в шалаши, бедный, очень бедный, богатый, очень богатый, весь еврейский народ, да, живите в шалаши, что такое шалаш, шалаш, это такой шалаш, который имеет четыре стенки, временное строительство, строение, обязательно, вот у меня прямо сейчас дома такой строят, а сверху крыша, какими-то ветками, через которые проходит дождь, как мы уже выучили, да, то есть, в чем заключается идея, только хочется отдохнуть, а все выше говорят, нет, вот сейчас вам надо кое-что понять, самое главное, кто вообще в этом мире хозяин, благодаря кому вы все это соврали, потому что вы можете это забыть, так человеческая память, ему каждый год надо об этом напоминать, поэтому он и дал такой завод, каждый год выходите в шалаши, в такое сытное время, и поймите, кто в этом мире хозяин, с открытой крышей, надейтесь на Бога, что дождя не будет, и живите там, что такое живите, ну сегодня нет такого, чтобы там прям жить 24 часа, но проводите максимум времени, учитесь там, кушайте там, отдыхайте там, развлекайтесь там, живите, не просто молитесь, или вот, да, а все делайте там, вот, и это же дает нам сильный урок какой-то, да, и пока мы вот это сидим, это наша вера, мы говорим, все верошее, мы верим, кто нам все это дал, весь этот урожай, кто вообще весь этот мир содержит, и ты дал мне здесь мои пределы, но в этих моих пределах всегда от крыши, крыша открыта, и всегда есть у меня связь с тобой, всегда есть связь с тобой, и объясняется, что вот именно вот эти 7 дней, которые проведены в Суке, они дают силы в течение всего года, во всем, что человек делает, ощущать связь с Всевышним, то есть его уже от Всевышнего, ни трудность какая-то, ни богатство какое-то, человек все понимает, все от Бога, все от Бога, и человек живет с Богом в своих пределах, сегодня так, завтра так, но он всегда поддерживает связь с Богом, да, человек понимает, у меня есть какой-то мой размер здесь, но Всевышний безразмерный, и у меня есть связь с этим источником постоянно, во всех отношениях, не только когда я молюсь, а когда я делаю все, вот, то есть это как раз время, когда, ну как можно было бы сказать, что, когда сверху приходит к тебе сила, вот в твои размеры, да, то есть мир в твоей семье, здоровье твое, заработок твой, это все твои размеры, у тебя есть свои размеры, да, но откуда это все приходит, сила на это, благословение, это приходит сверху от Всевышнего, и вот за, за семь дней человек заряжается на целый год такой вот идеей, вот, теперь, вот эта идея, о которой Йосиф говорил в первой части уроки, что основное направление этого праздника, это радуйтесь, да, тоже важная идея, как это радуйтесь, вот, вчера у нас был урок интересный, и, ну, во время шаббата, там Равин Долбер, Байтман, он интересную вещь подметил, говорит, вот люди все время используют тоже слово счастье, ну, может вы удивитесь, я просто это уже слышал, вот, поэтому я это как бы углубил в понимание, может кто-то из вас удивится, что в Торе нет слова счастья, оно написано один-единственный раз, и то, как имя человека, когда родился Ашер, и было сказано, и будет тебе счастье, то есть это как бы его имя считается, а вот именно понимание счастья, такого нет понимания, в Торе, то есть люди как-то такое слово придумали, каждый понимает это по-своему, поэтому каждый может решить, что он несчастлив, глядя на другого, ну, понимаете, или глядя в кино, ну, какой-то мужчина может посмотреть на голливудских актрис, и сказать, ой, у меня жена не такая, я несчастлив, а вот этот вот в кино, дядька, он счастлив, да, но так же происходит, ну да, Бог ему сразу же говорит, что надо, не, не, не просто, это не надо, что Бога, тут надо осознать, вот как Ребер, жизнь наполнена смыслом, надо понимать, как устроена моя, мой мозг, и как, откуда, что это берется, да, и просто не быть, не поддаваться, вот этим вот, соблазнам, убрать второго быка, да, убрать второго быка, и оставить своего, только идти по вот этим горкам, и будет легко идти по горкам, это проще, вот, поэтому, как вот эту радость, это же, а есть, вместо счастья, есть слово симха, на еврите, это радость, вот, вот эта радость, это то, что пытается все время от нас убежать, да, потому что бывает, человек и богатый, денег, много радости, нет, бывает же, и тогда белый свет не мил, вот взять статистику, с каждым годом увеличивается суицид, процент людей, которые заканчивают жизнь самоубийством, от молодых абсолютно молодежи, до богатых людей, взрослых людей, увеличивается суицид, почему, людям опостылила жизнь, вот так скажем, нету радости жизни у них, почему-то, потому что перекрыли кислород, ну, не подключены они, к этому источнику вечному, да, так вот, есть интересные, назову так, еврейские штучки, которые нам, ну, ну, просветят, как бы, вот я пару буквально советов, из праздника суббот, вот, сказано так в Талмуде, что не видел человек веселья, если не видел веселья, черпания воды на жертвенник, то есть, когда был храм, был такой обряд, все время на жертвенник проливали вино, воду никогда не лили, вот, но в праздник суббот проливали на жертвенник воду из настоящего источника, природного источника, недалеко от храма был такой источник, и проливали суббот, и наши мудрецы объясняют, вот, что это такое, ведь все, что происходило в храме, это все какое-то божественное, божественное нам понимание, да, и объясняю, что такое вино, вино имеет вкус, оно имеет запах, в духовном плане вино, вино символизирует знание, понимание и постижение, и как люди живут, говорят, это глупо, это нерационально, это нелогично, они все пытаются понять умом, да, поэтому весь год проливали вино, потому что это правильно, нам дана тора, чтобы мы постигали Бога, постигали Его желание, постигали Его волю, ну, осознавали Его характер, чтобы мы все время работали над текстом Торы, да, потому что Всевышний нам раскрыл себя через Тору, раскрыл какие-то нам тайные мироздания через Тору, поэтому мы этим весь год занимаемся, но Сухот это особенное время, вот, и это вода из природного источника, и что она символизирует? Связь с самим источником, потому что источник, да, где здесь сила? Не от знаний, не от понимания, а именно от связи, и мудрецы объясняют, что вот это проливание воды, это символ простой веры, я просто радуюсь, что моя душа связана с Богом, и это сама идея, что Он милосердный, я уже, когда у меня есть с Ним связь, и надежда упования на Него, вот эта связь приносит необыкновенную радость человеку, даже если у него ничего нет, даже если пока ничего нет, это какое-то особенное чувство, которое ничем нельзя заменить, и в праздник Сухот именно приходит вот эта вот сила, когда человек может просто взять вот эту вот именно силу от самого источника. Сейчас была молитва на съемке Пур, тоже был интересный урок, ну и тоже там комментировали слова молитвы, и есть слова молитвы, когда мы просим прощения у Бога, и мы говорим такие слова, ну Всевышний, вспомни все заповеди, которые я делал, а кто-то говорит, вспомни, ну я вообще и заповеди даже не, ну вспомни мою родословную, Авраам, Мицхак, Яков там, Давид, столько они все делали, ну хотя бы ради них, а кто-то молится, Господи, ради себя, ну и учитель рассказал, как бы идею, как это выглядит, что это как девушка говорит парню, возьми меня, я такая красивая, да возьми меня замуж, а другая говорит, я такая родовитая, возьми меня замуж, а третья говорит, ну она и не очень как бы себя красиво не считает, и родовитости у нее как бы никакой нет, она говорит, возьми меня ради себя, ты же такой хороший, такой великодушный, будешь заботиться обо мне, да, ради себя возьми, да, вот мы в молитве так же само просим Всевышнего, конечно, надо делать заповеди, да, конечно, надо и родцев, своих детей надо воспитывать, это хорошо, когда есть передача по роду, да, вот этой веры во Всевышнего, ну а если нет у человека ничего, так тоже, вот это простая вера, Всевышний ради себя самого, и пусть с меня начнется родовитость, что это, пусть с меня начнется красота, пусть я буду первая в своем роде, а мои дети уже потом скажут, вот мои родители были молодцы, ну понимаете идею, да, то к Всевышнему вот сама связь с самим источником, и отсюда идет радость, когда человек это понимает, то он будет наполнить радостью всегда, он сможет противостоять всяким трудностям, они же все равно будут, да, потому что дорога-то она все равно же такая у нас, извилистая, вот, но как ты эту дорогу проходишь, это уже все заложено в тебе, если ты не смотришь по сторонам, а ты понимаешь, что ты подключен к источнику этого, это первый совет, второй совет, вот то, что Иосиф говорил, что надо служить Богу, тоже надо стараться с радостью, потому что, когда человек, например, молится, когда он изучает Тору, когда он делает добрые дела, да, то тоже иногда это можно делать номинально, и потом говорит, вот я столько же хорошего делаю, Господь, у меня что-то ничего не происходит хорошего, я тебе все, а ты мне не... Ну, бывают такие люди, да, вот, так это очень неправильно, почему? Потому что, когда ты молишься, когда ты учишь Тору, да, когда ты делаешь добрые дела, как говорят, награда за заповедь, сама заповедь, когда ты это делаешь, делаешь это с радостью, вот тут ты получаешь самое большое благословение, то, что тебе придет потом, это хорошо, оно тебе и так, и так придет, но вот тут надо научиться, все делать с радостью, если ты начинаешь молиться, надо задуматься о своем состоянии, как начинается еврейская молитва, ну, задумайся, перед кем ты стоишь, да, и там такие слова, открой мои уста, Господь, ну, чтобы я мог, то есть, человек должен подумать, что сейчас происходит, молитва не номинальная, а сейчас происходит связь с источником, от этой молитвы может измениться все, когда ты приходишь на урок, то же самое, связь с самим источником, ты с урока можешь пройти совсем другим человеком, если так человек стараться, это надо стараться все время в себе, через понимание, стараться в себе это фокусировать, точно так же делать добрые дела, например, да, ну, мудрецы наши, если ты даже помог финансами, то это хорошо, но надо еще сказать какие-то хорошие слова, одобрения, надо обнадежить человека, подбодрить человека, то есть, вот эту радость, человек может нести через себя, и этой радости сегодня действительно не хватает, и когда ты делишься радостью с другими, то Всевышний тебе дает больше, как источник, ты просто сделал себя каналом, через который течет, это осознание, это эмоции, это твое поведение, и когда человек все это через интеллект, и через эмоции, и через поведение, через открытую щедрую руку, да, то через него начинает это через осознанность, и через вот это постепенно, у тебя есть свои размеры, и у тебя открыта связь с источником, вот это вот то, что учит нас праздник Суккот, вот, ну, а то, что вокруг нас, вот как сказано было, ну, было сказано, например, кому помогать, да, в древнем Израиле, сирота, вдова, бедняк, левит, и как подмечено, что это за люди, у кого чего-то не хватает, да, у давы нет мужа, у сироты нет родителей, у левита нет своего удела, кто там еще, ну, у бедняка тоже чего-то нет, да, то вокруг нас окружают нас люди, у кого всегда чего-то нет, а бедняк на духовном языке, это тот человек, у кого нет связи с Всевышним, поэтому вокруг нас куча людей, которым мы можем помочь, даже не только деньгами, да, а раскрой им вот эту вот связь, это ж каждый человек может это делать, правильно, а дальше уже, ты прикрепи человека, а дальше уже он потихонечку, потихонечку будет сам приближаться, но вот ты тут поучаствовал, ты исполнил свое предназначение, так же, вот, ну, и хотел немножко сказать о важности учить Тору, весело и с радостью, да, и стабильно причем, вот у нас, например, вот есть такие же книжечки, да, я рекомендую вам их читать, вот сегодня глава Браха, а в следующее воскресенье уже будут книги Бариши, то мы начинаем Тору сначала, и очень важно именно постоянство, да, потому что вот, что такое постижение, это когда у тебя есть какая-то система, не урывками, когда есть настроение, нет настроения, а систематически, 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 вот это вот очень важно, вот, потому что на самом деле же, все же у нас в уме создано, правильно, все в уме, как человек мыслит, потом это передается на его чувства, а потом это передается и на его поведение, так же, вот, поэтому это на самом деле очень важно, вот, ну, и хочу немножко, вот мы уже в следующее воскресенье будем учить главу Бариши, Бариши, и там есть интересное, ну, описание, мы будем говорить об этом в следующий раз, но если вы посмотрите, первая глава написана, и создал Всевышний небо, землю, ну, и все, что он создавал, а вторая глава начинается со слов, что этого еще не было ничего на земле, потому что не было человека, готового возделывать эту землю, задумайтесь, а где же это было, ну, где это было, то если так, человеческими словами, можно сказать, это было в воображении Всевышнего, в его задумке, то есть в его мыслях, и в его ощущениях, он чувствовал, какой будет человек, там, добрый, там, ну, да, но не было это в материальном мире, почему не было готового человека, потом появился Адам, помолился, и он был готов возделывать эту землю, и все появилось, в материальном мире все появилось, да, а теперь смотрите наш разум тоже, да, у нас же много всего, возделывать землю, плодиться, размножаться, создать семью, бизнес построить, заработок, мир в семье, воспитать детей, что-то полезное в обществу сделать, очень много заданий, есть у человека, да, но откуда все берется, все берется вот отсюда, как ты это понимаешь, поэтому, когда человек систематически учит Тору, а это есть замысел Творца, то, конечно же, внутри у него начинают какие-то понимания, он готов возделывать эту землю, тогда Всевышний доверяет ему этот ресурс, и тогда, пожалуйста, занимайся бизнесом, рожай детей, воспитывай их, и двигайся в том, в чем, как один по вот этой вот, вот трудненькой дорожке, и ты пройдешь, поэтому изучение Торы, это очень важно, вот, Тора выстраивает мышление, и убирает всякую суету, всякую суету, я тоже хочу пример один привести, один мудрый человек сказал, вот Дарвин, почему он говорит, что человек произошел от обезьяны, да, потом отпал хвост, и обезьяна стала человеком, и прямо я видел, ну, вот фильм, вот представьте себе обезьяну, чем она, у нее есть два отличия, во-первых, она все время делает много лишних движений, вы замечали, она так все время дергается что-то, ну, как-то сразу видно, что она, для человеческого взгляда, неадекватно много делает лишних движений, это раз, а во-вторых, она всегда, вот почему слово обезьянничает, она всегда копирует кого-то, ты что-то ей покажи, она будет обезьянничать, да, так вот эти вот качества, надо выкинуть человеку из себя, не надо заниматься суетой, и не надо обезьянничать, а что надо сделать, надо поднять глаза на высоту небес, и заглянуть внутрь себя, и определить свои размеры, и жить в своих размерах с Божьим благословением, и вот это вот как раз то, о чем мы с вами и мечтаем, и то, что дает нам нормальную дорогу, я вот сейчас как раз открыл, пока был первый урок, открыл, вот есть такая книга, Перкеев, вот, по учению мудрецов, и хочу перед окончанием урока, прочитать вам вот это вот место, был один мудрец, ну и он пришел в один город, и ему сказали, раби, не хочешь ли ты жить с нами в наших краях, а я дам тебе за это миллион динаров золотом, драгоценный камень и жемчуг, ответил ему я, даже если ты дал бы мне все серебро и золото, и драгоценный камень, и весь жемчуг, который существует в мире, я буду жить только там, где изучают Тору, и так сказано в книге Тегелим Давидом, царем Израиля, дороже мне Тора из уст твоих, чем тысячи монет из золота и серебра, а когда человек покидает этот мир, его не сопровождают ни серебро, ни золото, ни драгоценные камни и жемчуг, лишь Тора из заслуги, за добрые дела, как сказано, когда пойдешь, она поведет тебя, когда ляжешь, станет она тебя охранять, когда проснешься, будет она говорить с тобой, когда пойдешь, она поведет тебя в этом мире, и когда ляжет, станет она охранять тебя в могиле, когда проснешься, будет она говорить с тобой в будущем мире, и еще сказано, у меня серебро, у меня золото, слово Господа воинств, То есть, интересно, Раби ответил, да, говорит, все золото, но принадлежит Богу. Есть главные вещи, которые самые важные, да, он говорит, я буду жить только там, где я могу изучать Тору, потому что отсюда вытекает все остальное, да. А золото без понимания, без божественного предназначения, иногда это даже, вот как вот эта обезьяна, суета и хлопоты, да, это не всегда приводит к чему-то хорошему. Вот, я вам желаю, чтобы за эту неделю все наполнились радостью от Бога, ну, вот этой вот силой веры, и чтобы весь будущий год был для вас всех особенным, и чтобы все мы вместе учили Тору, и чтобы у нас все было лучше, лучше и лучше. Будьте здоровы, хорошей недели.